Октябрьский шторм в Эстонии Доброе утро. Мы сегодня, выверни, пришли сегодня не с пустыми руками, у нас тут поляна накрыта, так сказать. Давайте обратим внимание на те предметы, что должны быть в кризисном наборе, потому что на самом-то деле это не дичь какая-то, это абсолютно нормальные вещи, которые даже в домашнем обиходе нам могут пригодиться, но хорошо бы, чтобы они имелись. Да, правильно, здесь абсолютно обычные вещи, которые, мне кажется, у каждого человека есть дома. То есть крупы, может быть какие-то супы быстрого приготовления, консервы, печенье, салфетки влажные, а также медикаменты. Ну, это уже нужно исходить из, как говорится, личных предпочтений. Вот, что здесь есть особенного, это вот бутылка с фильтром, чтобы можно было воду очистить. Да, наливаешь, и она, ну, как бы чистая. То есть можно из речки, условно, налить туда воду, и она будет пригодна к питью. Это более сделано для того, чтобы городские службы, когда, допустим, есть долгосрочный перебой с водой, то они обеспечивают людей питьевой водой. А ты такую бутылку купить можно? В магазине, да, продается просто? Да, да. А также вот желательно иметь дома радио, потому что если вот, ну, нет электричества, это радио может работать от батареек. То есть, опять же, нужно иметь батарейки дополнительно. С радио мы можем узнать важную информацию из официальных источников. То есть мы будем всегда на одной стороне. Надо понимать, что интернет у нас будет отключен, телевидения у нас никакого не будет, мы не сможем достать свой смартфончик и быстренько посмотреть, что творится. Люди сейчас привыкли, что у нас информация вся в кармане, а при опасных ситуациях такого может быть и не быть. Так, а вот это что у нас такое? Это у нас газовая плита. То есть, опять же, если у нас, как вот исследование наше показало, что больше всего опасности подвержены жителям квартирных домов. В большинстве домов у нас либо газ, либо электричество. Те, у кого электричество, у тебя они больше подвержены как бы опасности. И вот это вот газовая плита. То есть на ней можно дома безопасно приготовить, разогреть еду. Тогда еще и баллончик с газом должен быть, соответственно. Вот. Это баллончик. Насколько такого маленького баллончика хватит? Мне кажется, на несколько приготовлений еды точно хватит. То есть, опять же, не обязательно, чтобы это у вас была дома где-то огромная коробка, где все это свалено и стоит в углу. То есть, это все может в одиночных экземплярах присутствовать где-то в шкафу, в чулане. Как у всех дома. У меня дома тоже нету вот такого вот ящика. У меня как бы разложено дома, как и у всех. Но у вас есть. У вас все имеется. Скажем, вот не конкретно вот это вот. Ну, вот газовую плиту, например. Газовой плиты у меня точно запасной нет. Мне кажется, у большинства есть гриль дома, допустим. То есть, гриль это тоже как вариант годится для приготовления пищи. Что еще нужно иметь в виду? Должны быть все заряженные у нас устройства, по идее. Вот сегодня, например, шторм как раз. Да, неплохо было бы иметь переносной аккумулятор, от которого можно подзарядить те же самые телефоны. Опять же, нужно помнить про медикаменты. То есть, нужно помнить о близких. Медикаменты, вот, например, если мы о них говорим, то какие основные медикаменты нужно иметь в виду? Ну, все как бы люди разные, но в основном я бы посоветовал, может, обезболивающие какие-то, ну, универсальные. Универсальные бинты, опять же, да? Универсальные такое, что можно первую помощь оказать. Ну, и стоит исходить из, ну, болезней. Если у человека есть хронические заболевания, чтобы его лекарства были рядом. То есть, нужно запас. Во всех вот этих рекомендациях спасательного департамента видится один такой проблемный пункт. Это рекомендации запасаться водой. Вот как запастись достаточным количеством воды? Это действительно сложно. Ты же не будешь держать, если у тебя дома есть ванна, постоянно ее наполненная, чтобы, если что, у тебя была вода. В магазинах продаются удобные, допустим, 5-литровые канистры, их можно несколько штук покупать и также их каждый день использовать, но и докупать, допустим, как вот мы дома делаем. Ну, или, может быть, например, если вот сегодня, как Лена сказала, объявлено штормовое предупреждение, если вы живете в каких-то таких регионах, которые теоретически могут быть подвержены опасностям, ну, например, в Выру, как мы знаем, то, может быть, сегодня стоит с утра набрать полную ванну воды? Ну, возможно, но я бы все-таки посоветовал использовать более разумные емкости с водой. Ну, а, в принципе, если говорить об этом исследовании, то Андрей уже затронул тему регионов. В каких частях Эстонии люди лучше осведомлены о том, что нужно чем-то запасаться и имеют такие запасы на пожарный случай? Опять же, по последнему исследованию показалось, что у нас люди в Восточной и Южной Эстонии, они больше подготовлены. И, к сожалению, жители северной части страны, они либо не задумываются совершенно о таких ситуациях, либо не считают возможным, что у нас, допустим, электричество пропадет более чем на два часа. Ну, вот не хочется людей пугать, да, но на самом деле это возможно? Какие ситуации могут произойти? Мы не можем предвидеть будущее, к сожалению. Ну, и мне кажется, что нужно быть готовым к любой ситуации. И человек должен, в первую очередь, сам задуматься о своей безопасности, потому что может случиться такое, что помощи не прибудет так быстро, как сейчас. Вот, допустим, в городе она доступна. Ну, если было вам мало этого разговора в студии, то можно обратить внимание на сайт kris.ie, мы неоднократно про него уже рассказывали в эфире, там можно почерпнуть массу полезной информации. И, кроме того, ведь доступны еще и мобильные приложения, абсолютно бесплатные. Да, Кайцелит сделал приложение такое, где можно узнать абсолютно всю информацию о кризисе. Оля Вальмес, оно называется, да, доступно в Google, Google Play и App Store, да. Абсолютно бесплатные, и всю важную информацию можно оттуда подчеркнуть. Начальник команды «Спасатели округа Ласнами» Павел Куликов был у нас в гостях. Спасибо большое. Продолжение следует...